Хочу прочитать стишок, который я когда-то тебе посвятил. Можно, да? Ты разрешаешь. Стихотворение очень классное. Стихотворение основано на реальных событиях. Имена и фамилии не заменены. Не вымышлены. Значит, конкретная была ситуация. У доктора был нервный срыв. Он после некоторой паузы, когда не мог найти никакой работы, и, наконец-то, нашел работу, он собрался, очень рано встал, побрился, помылся, вышел, а машина не завелась. И у него случился нервный срыв. Он начал пискляво таким фальцетом кричать и бить ногами свою машину. Я его успокоил, опоздал на свою работу, но его отвез на своей машине на его работу. Он сам опоздал. И после этого, в этот же день, я написал такие стихи, которые ему посвятил, а мы с ним, как говорится, проходили, как говорится, и огонь, и воду, и медные трубы, и замерзали зимой в горах, и так далее, и тому подобное. Вот это немножко отражено вроде стишка. В этом стишке. Александру Александровичу Лотареву, коллеге, соратнику, другу. Ну что сказать тебе, друг Саныч? Ведь все мы пасынки удачи. Одна надежда, что кирпич для нас еще вдруг незначен. Что подползает он к другим. Да кем же сиротам фортуны? Ты успокойся, не беги. Припомни, как мы были юны, как замерзали мы в горах, застряв в заснеженном распадке, Закоченевши у костра. В угли засунували пятки. А ведь костер зашел тобой. Твоей душою, пронидея, Искру вдувая за искрой, Ты отдавал себя синея. Тогда не думал ты о том, Зачем тебе автомобили? Ты мерзлую землю грыз кротом Со скалом пса от баскарилий. Теперь вот ропщишь на судьбу, На ее женские капризы. Благодари, что не в гробу Ты принимаешь все сюрпризы. Она ведь дама с крупным задом. И как ее не обходи, Сплошные ягодицы рядом Путь преграждают впереди. Принято это без эмоций. Будь безупречным самураем И став преемником фонтоции, Смейсь с изгнанием Израиля. Бактерия, давай бактерия.